Заболеваемость гриппом и ОРВИ идёт по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января, отметила главный санитарный врач Марина Кочева. Ряд школ города и районов остаются закрытыми на карантин. Решение о введении дополнительных ограничений будет приниматься в соответствии с дальнейшей эпидемиологической обстановкой. Комитет Юго-Сепотребнадзора продолжает проводить мониторинг заболеваемости гриппа и ОРВИ по республике. В настоящее время отмечается рост заболеваемости респираторно-вирусных инфекций. Отслеживаем ситуацию посещаемости и отсутствия больных детей по гриппу и ОРВИ. В целом вот эти карантинные меры должны повлиять на то, чтобы заболеваемость среди школьников и детей дошкольного возраста снизилась. Кочева напоминает, что при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу. Каждый год превалирует какой-то штамм, какая-то группа, то ли это А, Б и так далее. В этом году в структуре гриппа превалирует свиной грипп. В Российской Федерации эпидситуация также нестабильна. Если начало 2020 года ознаменовалось появлением COVID-19, то в 2022 году пришел новый генновариант омикрона. На сегодняшний день почти во всех регионах России обнаружен H1N1, известный как свиной. По словам Марины Кочевой, этот вирус отличается от предыдущих не только способностью размножаться в верхних, но и нижних отделах дыхательных путей. Вызывая уже на третий-пятый день болезни вирусную пневмонию. Для предотвращения распространения заболевания достаточно соблюдать элементарные противоэпидемические меры. Регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить себя от посещения большого скопления народа. Лена Газаева, Рауль Кочева. Информационный выпуск. Сегодня.